Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй, и сегодня у нас прогулочка. Что-то я решила, что надо зайти в фикс прайс, чтобы сделать лукбук, потому что мне самой очень интересна эта тема, мне интересно, что можно было бы придумать, какие образы из одежды, которая продается в фикс прайсе. Также, что нам нужно купить? Линокс у нас закончился уже, да? Мы антибиотики перестали пить? Антибиотики перестали пить? Чихнуть хочешь? Чихай, дынь. А то такое лицо делаешь. Меня пугает аж. В общем, антибиотики перестали пить, а Линокс надо еще продолжать пить неделю. Поэтому надо взять Линокс, потом нужно денег немного снять, потому что наличных 300 рублей в кармане всего. Как так можно с 300 рублей в кармане? Нет, это не про меня. Ну и плюс хорошая погода, и я думаю, что я его тепло одела, нам нужно прогуливаться, дышать свежим воздухом, чтобы бактерии все уходили. В общем, беру вас с собой, со мной будете. Я сережечки одела, смотрите, с Леди Коллекшн розочки. На самом деле, так давно хотела их уже приобрести. Мне кажется, они такие утонченные, розочки такие. И они как раз вот образ мой дополняют. Ой, надо же показать вам, может быть, как я одета. Сейчас. Надеюсь, было видно. Вся такая в розовом, и вот такая. Ну все, пошли мы. Представляете, вышла из дома и очки забыла. И вспомнила, что... Ну, я возвращаться не люблю. И вспомнила, что у меня где-то в сумке, в рюкзаке валялись очки. Вот. Вот эти очки. Ну, они, кстати, по стилю подходят. Розовые дужки. Тема мне подвезла. И сейчас вот я ехала и думаю, сейчас воскресенье у нас. Но я хочу, чтобы малого послушали. Должен же быть дежурный врач в поликлинике. Сейчас зайду, спрашиваю, может, его послушают. Скажут мне вообще, как у нас дела обстоят. Может, что-то отменить из таблеток уже. И что-то, может, новое купить. Посмотрим. Ну, вот как работают наши врачи. Оказывается, дежурные врачи работают до двух часов в воскресенье. А если ребенку стало плохо после двух часов, то все. Никак не помогут. Там сидела одна врач, и то я случайно попала. Там закрыто было в детской. Случайно попала. Она работает с компьютером. У нее нет никаких приспособлений для того, чтобы посмотреть ребенка. Ну, ладно, у нас еще ничего страшного. То есть, ну, просто посмотреть, да, отменить, не отменить, нормально мы все пьем или нет. А вот если бы ребенку было плохо, я надеюсь, она бы не ответила так. Очень надеюсь, что она бы не сказала, у меня нет приспособлений, приходите завтра. Вот. Ну, ладно. Интересно, как за границей? Так же? Или более трепетно относятся к детям? Слушайте, я шла в аптеку сейчас. Офигела. Спросила, сколько стоит Линокс. Точнее, не спросила. Я просто увидела его цену. Я охренела. Иногда лучше, знаете, это... Не смотришь на цены, и хорошо. Оказывается, он такой дорогой. Ну, почти 500 рублей Линокс стоит. И есть еще бифи-форм для детей тоже. Она говорит, вообще ничего нету, типа, детского, ну, с такими же формулами, там, я не знаю. Ну, как обычно, аналоги какие-то бывают, недорогие, с тем же самым составом. Офигеть. Представляете цены? Я говорю, Деня, болеть невыгодно. Я говорю, давай будем здоровыми. Купила 500 рублей, а бифи-форм еще и дороже детских. Я валяюсь. Фух, я вышла из фикс-прайса. Вот это я притарилась. Думала сразу о двух видео. Одно это будет стайл, лукбук, холл, фикс-прайс. А второе это еда из фикс-прайса. Там много всяких новинок уже появилось. Я очень давно не снимала еду вам с фикс-прайса. Я взяла всякие приколюхи, которые готовы попробовать с вами. Так что ждите новые видео. И вот у меня 300 рублей в кармане, но мне так не хочется идти до банка, потому что рядом банк, который там на коляске не заедешь. Там нужно оставлять коляску внизу и подниматься по огромным ступенькам. Я не хочу этого делать, оставлять коляску, потому что она у меня затаренная по полной. Какой-нибудь левый человек пройдет и просто распотрошит ее. Вот. А далеко идти до Нивы не хочу. Такая жара. И вот я буду ходить с 300 рублями в кармане и надеюсь, что я не захочу что-то такого эдакого, где не принимают карты. Смогу везде расплатиться карточкой. Ну и что осталось? Что-то хочется. Может мороженку сожрать? Мне вообще надо что-нибудь нормальное сожрать. Потом мороженок. В золотой бы колость зашла, но... Давай. Коляска. Давай. Ну в золотом колосте вот молочные коктейли. А, отвратительные. Я сколько там брала, я каждый раз зарекалась. Думаю, нет, не буду брать, не буду больше брать. Хочу что-нибудь вкусное. Еще я сегодня планирую покрасить корни волос. Но я уже планирую, это третий день. И каждый раз, когда молой засыпает, у меня какие-то дела-дела. В итоге час проходит. За оставшийся час он может уже проснуться в любое время. И я не рискую быть вся в краске. А бывает, что думаю, да, к часу надо покрасить. И, блин, что-то вообще не хочется. Вот прям чувствую, вообще не получится. И сто процентов малой проснется. Ложусь с ним рядом спать. Надеюсь, сегодня он так часик поспал. Если он второй раз уснет, я надеюсь, он уснет крепко-накрепко. И я бы покрасила. Только дайте мне силы это сделать. Вот так. Сейчас я, наверное, плюшку пойду возьму. Сидинский пирог. Я обожаю с сыром с картошкой. Надеюсь, они приготовили. У них есть в наличии. Я прибежала скорее-скорее домой. Голодная просто до жути. И я сломала очки. И, точнее, дужку. Я их зацепила вот за пояс. И хотела достать, а они сломались. Ну, придется их выкинуть. Они, в принципе, недорогие. У меня так много очков разных. Ладно, одними больше, одними меньше. Но они так сломались, что их не починить. Да и чинить, знаете, будет стоить дороже, чем они сами стоят. Я голодная, ужасно не хочу, если я побежала. Спешу скорее поделиться. Ну, просто, дети, это кошмар какой-то. Просто зашли домой. Я еще не успела раздеться, что поставила его в комнату. У меня вот, я скажу вам так, в комнате нет ничего в доступности для ребенка. Что-нибудь такое маленькое, чем он мог подавиться или еще что-то. Он выползает мне тут на кухню. И рвотный рефлекс такой. Я, сына, что такое, что такое? Думаю, может подавился, что это, кашля. Смотрю, вроде как что-то жует, не жует, не пойму. Просто наобум пальцем вот так вот вытаскиваю. И я не поняла сейчас, что это, выплюнула. Я говорю, ты что меня пугаешь, блин, сердце в пятке, все нормально. А потом смотрю, думаю, что это такое? Вот где, что он мог взять, где? В пакете. У меня в пакете лежали вещи под кроватью. То есть он этот пакетик оторвал так быстро. Маленький кусочек пакета, он свернутый, понимаете? И он выживал, девчонки. Все пакеты тоже надо теперь убирать. Просто сейчас у меня адреналин был. Ах, дети, дети. Ну что, девочки, у меня идеи так и блещут. На самом деле, малыш мой заснул, я собиралась покрасить голову, корни волос. Но вдруг я, ну, но вдруг я включила пятницу. И там Ивлев и Ростов-на-Дону. Так что в ближайшее время, ну, мне надо было посмотреть, я потратила на этот час. Надеюсь, малыш не проснется, я смогу быстро покраситься сейчас. Но я хочу попасть в этот ресторан. Борис Биф называется теперь. Я хочу посмотреть. Вот одно дело с экрана посмотреть, а другое дело, блин, когда они начинают все это кушать. Я реально вот хочу найти ресторан, места, где вкусное, нежное мясо. Короче, я хочу сходить туда и проверить. И я вас с собой возьму в одном из блогов. Мы поедем. Борис Биф на левый берег Дона. Не, они издеваются. Забежала в комнату, а там еще один. Немец Петельского баса. Я когда-то давно-давно была в центре и в этом заведении. Но я не помню, как там внутри, я больше снаружи. Вот помню тот диван, который стоял. Вот они сейчас только начали, только пришел Ивлев туда. Я хочу посмотреть, надо голову украсть. Короче, сейчас поделать все вместе. Походу, ни одно заведение, мне кажется, он там отреставрировал. Хочу везде побывать. А вы со мной. Я накрасила корни. Сейчас полчаса буду ходить. И как раз там самое интересное. На ножах идет, в общем, разбор полетов. Сейчас будут делать реставрацию. Как там, да, реставрацию. Вот, интересно. Вернусь, в общем, когда закончится. Любопытно. Я покрасила корни волос. Я такая счастливая. Кстати, вот при этом свете они немножко, кажется, желтоватые. Но, как и в прошлый раз, они на самом деле не желтые. И при дневном свете вы это увидите. Вот я поворачиваю голову. Думаю, у меня и длина. Ну, нет. В общем, ну да. Здесь вот просто у меня желтый свет падает сверху. Поэтому, кажется, они желтоватыми. А так они идеальны. Мне вообще этот цвет очень нравится. Я прям такая смотрю в зеркало. И какая-то вот солнечная. Чего, зайка? Кто мой котенок? Ты тоже хочешь сниматься? Будем развиться? Да. Будем развиться. Будем? Дай волос. Скажи, мама, твои волосы везде. Вот, в общем, я рада. Цвет реально очень крутой. И я в ближайшее время буду им краситься. У меня были холодные. Мне вот больше сейчас вот лето. Как-то солнечного больше хочется света. Чего, зайка? Что? Хочешь компьютер? Все, мои крошки. Сейчас я нанесу автозагар. Свой любимый. И лягу спать. Мы с вами увидимся завтра. Пока, значит. Доброе утро. Так, утро хорошее. Я тут параллельный видос еще снимаю. Мы с сыном покушали уже. Время около 11. Сына, что-то в 9 меня разбудил. Сына, что ты меня в 9 разбудил? Иди-ка. Иди к маме. Мама зовет. Мама зовет. Кто маму разбудил так рано? Кто по желанию получает? Иди к маме. Иди к маме. В общем, мы просыпаемся потихонечку. Сейчас мы должны еще заснуть через часик-полтора. Ага, через... Ну да, полтора. В 12 часов заснем до двух. Ну все, оставайтесь со мной. Что ты принесла? Он, кстати, у меня, я заметила, что мне не нужно там специально реально форсировать события. Но, во всяком случае, нам так сказали не форсировать, и я не форсировала ничего. И он сам, он сам встал, он сам пытается идти, он сам отпускает руки. Он сам отпускает руки, стоит... Он сам отпускает руки, стоит и пытается идти. Он делает два шага и смотрит. Мама, посмотри, типа, что я сделал. Вообще, ну... То есть, мне ничего не нужно реально. Так, я думаю, нужно будет, наверное, в этом ставить. Иди ко мне, иди ко мне. Нет, он сам все это прекрасно делает. Самостоятельный очень мальчик, мне кажется, растет у меня. Чему мама несказанно рада. Вот это чуйка у меня. Лежим-таки валяем, всяко говорю. Сына, пойдем свежим воздухом подышим, погуляем. Выходим, я вспоминаю. Так, нужно это, нужно это, нужно вообще зайти в поликлинику. У нас же записи все там с 19-го числа. Блин, там, короче, пипец сколько дел. В общем, я собралась его так конкретненько. И мы идем по делам. Фух, все сделали, везде записались. Врачу сходили. Мы уже подросли, вес у нас побольше стал. В общем, мы растем и крепнем. А я уж устала, пока в этой очереди просидела там всям, там еще духотища такая невозможная. Вот. Короче, я сейчас хочу мороженку взять или что-нибудь вкусненькое. Заказала суши сейчас рядом. И да, я же не сказала, мы полностью здоровы. Кашля нет. Ну, сопельки, как обычно. По чуть-чуть, в общем-то. И горло чистое. Все отлично. Фикс прайс сейчас хочу зайти. Но я не буду его снимать. Малышня моя не дождалась, пока я его покормлю. И уснул. Мне кажется, это на ночь. Да, в общем-то я все сделала. Да, кроме газа. Что-то по газу нам какие-то пришли квитанции нереальные. Я не знаю, нам, может, счетчик устанавливали, пока мы спали. Но какие-то цены пришли. Вот хотела дойти до них, но уже поздно. Столько мы в поликлинике просидели. Зато мама записала нас в определенный день, и мы уже отписались. Так что у нас теперь четверг свободный. Отдам малыша маме и могу планировать что-то уже на четверг. Все, едем домой, сына спит. Соску мы потеряли, соску купила новую. Просто соски, вот вообще. У меня пять сосок было, когда я ехала к любимому. Пять сосок было. Мы одну всегда юзали. Остальные не доставало, думаю, все попотеряем. Приехала с пятью сосками. Только домой приехали, все. Две соски. И то одна потерялась, одна осталась. И, короче, она потерялась, и я нашла ту, которая потерялась. Короче, и в итоге мы ее оставили, по-моему, сейчас у врача. Но никак возвращаться, и можно уже поменять ее. Я устала, мы набрали фруктов, черешни, яблоки, бананы. О, свет красивый, да? И овощей. Короче, много всего вкусного. Я ему всяких творожков набрала. Так что домой и отдыхать. Так, все, это уже ни в какие рамки. Не лезет. Нужно качать пресс. Я все время забываю это сделать. Сейчас качнула пресс. По своей схеме, которую я вам давно еще скидывала в видосах. Как я качаю пресс и попу. Да нет, ты тоже устал? Короче, думаю сделать марафон. Даже не марафон, а такой марафон поддержку. Чтобы девчонки вместе со мной занимались в инстаграме. Да. Тоже со мной занимались, отмечали постоянно, чтобы я помнила, что нужно покачать пресс, нужно выставить фото. Вот все условия скажу. Так что добавляйтесь в инстаграм, кто хочет тоже прокачаться, мотивировать. И как-то вместе будем это делать. Потому что мне вот одно и сложное. Я все время забываю, я все время в ребенке. А на самом деле времени на это много не надо. А сейчас лето, сейчас раздеваться будем. Надо немного жирочек подкачать. Я ору, такая думаю, время. Сейчас пол одиннадцатого только. Нормально. Короче, придумаю сегодня. На днях выставлю марафон. Так что давайте добавляйтесь. Давайте вместе будем красивыми. Да. Я не знаю, сегодня мне кажется будет какой-то насыщенный день. Поэтому я хочу закончить влог предыдущий. И с вами попрощаться. И давайте этот влог я оставлю на потом. И может быть включу в него еще несколько влогов. Целую и обнимаю вас. Как же так сложилось, что я встретила тебя. Мое сердце опять забилось, но не выдаст. А ночью.